Городок 17, участок возле домов 24 и 26. Сегодня здесь как никогда людно. Сотни жителей пришли на это место, чтобы принять участие в посадке Каштанового сквера, который будет напоминать растущим поколениям большевиземцев о подвиге советских солдат, страшные для нашей страны годы. Я хочу, чтобы в будущем, когда этот сквер, а я думаю на это уйдет 2-3 месяца максимум, когда этот сквер уже будет благоустроен, в будущем, чтобы каждый, кто здесь появится, хоть на мгновение закрывал глаза и вспоминал всех тех, кому мы благодарны нашей сегодняшней мирной жизни. Спасибо, всех вас поздравляю еще раз с 9 мая и с таким взаменательным событием, как создание и благоустройство парка в городке 17. 70 деревьев ровно по числу лет, прошедших с окончания войны. Ветераны, школьники, курсанты Голицынского пограничного училища, малыши из детского сада и простые жители поселения все работают быстро и слаженно. Те, кто своими глазами видел войну в далеких 40-х, оставляют память о себе сегодня и просят слова. Просто нет, ну нет вот слов, нет вот, чтобы выразить то чувство благодарности тем, кто задумал эту прекрасную думку, вот раздела здесь аллею победы. Это просто чудесно. Оркестр играет музыку военных лет. Звучит любимый многими венский вальс. Молодежь кружится в танце. Ветераны стараются не отставать, как, впрочем, и Андрей Иванов. Уже разработан и утвержден проект сквера имени 70-летия Победы, согласно которому выровняют территорию, сейчас здесь заметный перепад высот, разобьют дорожки, установят лавочки и фонари, заменят детскую площадку, одним словом, полностью благоустроят. Работы мы планируем начать буквально неделя-две. Уже начнутся земляные работы, планировка территории. И трудно говорить по срокам, точным его открытиям. Но в любом случае это лето, не больше. Местные власти уверены, что в будущем сквер в городке 17 станет местным протяжением для всех жителей, и малышей, и взрослых. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Один Соло.